В грядущее воскресенье все православные верующие отмечают светлый праздник Пасхи. На праздничном столе особое место всегда занимает пасхальный кулич. В Ивановском колледже пищевой промышленности нашей съемочной группе подробно рассказали, как приготовить угощение в домашних условиях. Из ингредиентов потребуется мука, яйца, сахар, молоко, дрожжи, масло и изюм. Все ингредиенты смешиваются и проходят замес теста. После чего он ставится на брожение на 1,5-2 часа. И уже после чего выброженное тесто разделывается на 150 грамм или 300 грамм в зависимости от формы. То есть какая форма будет для кулича. Необходимо заранее решить вопрос с емкостью для кулича. Один из популярных вариантов – одноразовые бумажные формочки. После того, как тесто поднимется, заготовку можно отправить в духовку, разогретую до 210-250 градусов. Через полчаса готовую сдобу можно достать и остудить. Последний этап – самый творческий – украшение пасхального кулича. Для украшения куличей в основном используется сахарная глазурь и посыпка. Сахарная глазурь делается из воды и сахарной пудры. Приготовить кулич загоде вряд ли получится. К празднику он может зачерстветь. Срок годности домашней выпечки – до двух суток. Впрочем, есть несколько секретов, как продлить жизнь пасхальному лакомству. Чтобы он не был сухим, значит, надо добавить побольше маслица, яиц. И это сырье делает кулич вот именно сдобным, насыщенным таким. Чтобы придать ему аромат, мы добавляем чуть-чуть ванили. Чтобы вкусовые качества улучшить – изюм, цукаты можно добавить, цедру лимонную. На прилавках магазинов в преддверии светлого воскресенья большой выбор праздничной атрибутики. Если нет желания и времени стоять у духовки, можно купить готовый кулич. Главное – обратить внимание на срок годности и состав изделия. При выборе куличей следует обратить внимание на состав кулича. Туда должны входить только натуральные ингредиенты – яйцо, мука, сахар, соль, дрожжи. Срок годности 10 суток, он указан вот здесь на маркировочке кулича. Поэтому все соответствует требованиям нормативным. Один из традиционных пасхальных обрядов – освящение куличей и яиц в церкви. Сделать это можно во всех православных храмах в ближайшую субботу и воскресенье. Вот мы с вами находимся около кафедрального собора. Здесь важнейшая служба – это служба Великой Субботы. По существу уже пасхальная служба с утра Великой Субботы. Литургия, которая служится утром в субботу, уже литургия во многом пасхальная. И после нее, начиная с полудня, с 12 часов дня и до вечера, до 19, благословения, куличей и других угощений, как принято. А затем, уже после завершения пасхальной службы, которая начнется в ночь на воскресенье и пройдет до утра, вот в течение этой службы, и после нее продолжается благословение, освящение угощений, куличей и всяких других тоже снедий, которые люди приносят. В Иваново-Вознесенской епархии напоминают, что главное в праздновании Светлой Пасхи – духовная гармония, которую верующие воспитывали в себе во время Великого Поста. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.